У данного автомобиля что интересно, у него рабочая передняя подвеска, очень клево, видите, как естественно все это смотрится. Всем привет, вы смотрите канал Тойхаус, лучший канал с лучшими обзорами для лучших людей. Хочешь вступить в нашу армию лучших людей, тогда тебе надо просто подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. А еще ты можешь написать комментарий, ведь лучший комментарий попадает у меня в видео, в начале ролика, в конце, а также по ходу всего видео ты можешь встретить свой комментарий. Сегодня у меня на обзоре долгожданный и как вы просили, вот, Кадиллак. Кадиллак на радиоуправлении, где я его взял? Где я его взял? Мне его подарили. А кто и как подарил, я оставлю ссылку в описании, кто не видел, можете посмотреть это видео. Так, вот такой вот Кадиллак. Я думал, что будет не рабочий, на самом деле оказался вполне себе рабочим автомобилем. Единственное, что данный автомобиль, он, скорее всего, просто для езды. Хотя один раз я даже на нем дрифтанул, причем неплохо, но сложновато на нем делать какие-либо трюки. Не знаю, так, для скорости погонять по дому, и то, если у вас палац, то этот автомобиль вам не подойдет. По линолеуму, по ламинату, самое то. Так, у данного автомобиля, что интересно, у него рабочая передняя подвеска. Очень клево, видите, как естественно все это смотрится. Так, ну, различные всякие надписи. Супер, что там, Power, Cadillac, Speed King, Cadillac, Cadillac, везде, смотрите, Cadillac и так написан, Cadillac и так написан. В общем, здесь шильдики от Cadillac тоже. Сзади у нас, опять-таки, тоже какие-то надписи присутствуют. Выштамповочки по кузову имеются. Кстати, масштаб данного автомобиля примерно 1 к 18. Это очень прикольный масштаб. В принципе, очень много моделек есть в этом масштабе. Поэтому, если вы хотите именно себе Cadillac, можете такой поискать. Я думаю, на полке будет смотреться очень-очень прикольно. И плюс ко всему еще будет ездить. В Cadillac у нас вот написано, что это за модель. Cadillac STS-V. 27 МГц работает. Регулировка руля. Здесь у нас аккумуляторная батарея. Находится, ну, снизу кнопка включения, он, офф. И особо больше никаких проработок нет. Вот, кстати, масштаб 1 к 18 написан и сделано у нас в Китае. Так, зеркала сделаны отдельными деталями, приклеены. Довольно симпатично они смотрятся. Естественно, я бы сказал. Очень-очень оригинально. Автомобиль весь тонированный. Тоже придает ему, не знаю, очень каких-то таких, ну, баллов. Так, вот у нас есть, смотрите, на капоте такие вот держатели. Защёлки, чтобы капот у нас на скорости не отлетел. Ну, соответственно, решёточка вот она. Решёточка и почему-то у меня уже ползначка Cadillac нету. Кстати, на крыше у нас тоже присутствует значок Cadillac. Вот он. Это наклейка. Ну, в общем, путячий автомобиль. Но только лишь для езды. Пульт обычный, работает от двух пальчиков батареек. Идёт антенна с ним в комплекте, вот такая вот длиннющая. Ну и что, давайте я вам покажу. При движении, значит, вперёд. Нажимаем вперёд. Так. Автомобиль, видите, заднеприводный. Сзади у нас стоит мотор. И при движении вперёд загораются фары только лишь передние. Задние фары у нас не загораются вообще при движении вперёд. Но, если мы едем назад, то у нас загораются задние фары. Причём загораются только лишь габаритные огни почему-то. Я думал, что будут гореть вот эти всё-таки. Жалко, что эти не горят. Может быть, конечно, там что-то оценились, какие-то проводочки. Можно посмотреть. Вот, если здесь посмотреть сзади, то как бы кажется, что всё-таки здесь светодиоды есть. Вот в этих лампочках конкретно. Но, не знаю, надо разбирать автомобиль, смотреть. Спойлер очень прикольный тоже. Классно выглядит. В принципе, неплохой автомобиль. Но лишь для того, чтобы вам поиграть можно было им дома. И то, если, повторюсь, у вас везде баласа, этот автомобиль, конечно же, не поедет. Ну, летом, не знаю, на асфальте, как он себя поведёт. Скорее всего, он тоже будет еле еле ехать. И каждая кочка будет ему препятствием. Потому что очень низкий автомобиль. Зазор здесь составляет, ну, вот от стола до автомобиля, где-то, ну, миллиметриков, наверное, 5-5 см. Наверное, даже, может быть, и меньше. В общем-то, а так, прикольный автомобиль. Не знаю, смотрится на полке он здоровый. Особенно, если вы собираете масштаб 1 к 18 и довольно неплохой автомобиль. В общем, если понравилось видео, то пастой все лайк. Подпишитесь на канал вот сюда. Ну, и до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok